ПЕСНЯ 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 и Завгородни Ирина Валентиновна, которая родов из деревни Фолилеева Кингисепского района и проживала в городе Санкт-Петербурге. Установлена связь с родственниками погибших. Это Семенов Андрей Петрович, родной брат погибшего, проживающий в Мурманской области. В настоящее время администрацией Кингисепского района проводится работа по сбору и восстановлению документов, подтверждающих степени государственной помощи для оказания материальной помощи за счет средств бюджета в Санкт-Петербурге и в Мурманской области. Я вот сегодня с утра уже созвонилась и с Натальей, и с Андреем Петровичем. Пока их не приглашали. И есть информация, в том числе, было изведено сведения от руководителя Следственного комитета Белостовского о том, что есть такая возможность, что по некоторым погибшим останков и не будет. Соответственно, была высказана просьба, я на этой встрече присутствовала к Александру Юрьевичу о том, чтобы честники, которые работали в Египте, привезли хотя бы землю с места гибели, чтобы родственники могли похоронить эту землю. Поступила с места трагедии. Ну и, соответственно, только сообщат об этом родственникам, мы, естественно, окажем вам помощь, потому что, чтобы приехать из Мурманской области, будет необходимо, Андрею Петровичу. Ну и с Натальей мы постоянно на связи, она просто осталась одна, ей 22 года, молодая девушка. С ней очень плотно также взаимодействуют специалисты правительства Санкт-Петербурга, ну и мы постоянно на связи. Сейчас занимаемся восстановлением документов. Тоже очень кропотливая, серьезная работа. О работе Оль, Менинградская областная теплоэнергетическая компания. Информация. Барзарь Иван Тимофеевич, генеральный директор Менинградской областной теплоэнергетической компании. Пожалуйста. Дорожая медицина. Честно говоря, вы пригласили меня на это заседание, они совсем понимают по какой форме, я должен отчитываться. Я бы все-таки хотел бы, было бы проще, после информации, которую я доведу, отвечать на конкретные уже вопросы. Чтобы я поняла, что хотелось предложить, значит, у нас в городе, в городе Кингисеппе, работали пока две котельные. Поселок Кингисеппский, одна котельная и котельная в поселке Услуга. Это касается района. Все котельные в зиму запуск произошел в плановом режиме и каких-то, в общем-то, свыбок у нас нет. За лето мы, в общем-то, полностью подготовили все котельные к предстоящей эксплуатации. Была проведена плановая замена тепловых сетей, там, где это было необходимо. Завенено соответствующей оборудованием и, в общем-то, как бы подготовлено к работе. Идет плановая эксплуатация. Ну и заканчиваем работу по монтажу, по работе длинной. Я хотела бы вас спросить одну вопрос. Значит, я знаю, что с прошлого года у вас отключен вопрос управляющий. Какой-то в силу внутренних тепловых сетей, как в желудке, в желудке, в желудке, в желудке и в желудке. Как выступали прошлые годы, значит, нам объясняли так. У меня старый пост, нам объясняли, что обслуживание будет отключаться с тем, что ваши специалисты будут грамотно проводить работы по пуску и наладке отопительной системы, значит, в момент начала отопительного периода. На сегодняшний день на моем округе, который улицами полагается Тайваново, Воробского, Довокрадорского бульвара, поступают жалобы, что при запуске отопления сантехниками вашими вода сливалась в подвалы. На сегодняшний день подвалы стоят мокрые, затопленные, санобработку вы не производите, потому что у вас нет ключаечка в работе. Дальнейшее ваше действие, до каких пор будет продолжаться сливаться все в подвах, не просушиваться. Люди на первых этажах просто живут в грибке, в гниве, посещают их ножки, букашки, плоды, все что угодно. Нормально на жилье на первых этажах в подвалы не войти. Я сама лично ходила в подвалы. Вопрос в том, что нет? Внутреннее строение внутридомовых сетей лежит на управляющей компании. Мы ее инструмент. То есть это подрядчик. Можем быть мы, могут быть любые. И мы выполняем любые указания в рамках договора, которые существуют между нами и управляющей компанией. Но если от этого отойти, я вам объясню. Я, честно говоря, не понимаю, почему сливают воду в подвале при запуске системы. Я не готов технически ответить на этот вопрос. Я сейчас у Александра Николаевича не знаю. Что касается мокрых подвалов, то эта проблема постоянно у нас обсуждается с управляющей компанией. Мы даже людей специально взяли для ее осушивания. То, что эта проблема есть по старому фонду. Скорее всего, она есть. И здесь, как я встречу, я не готов конкретно, понимаете, будет адрес, будет ответ. И какие имя мероприятия. Но вообще, вот с моего опыта, обычно мокрые подвалы всегда бывают там, где есть проблемы с канализацией. Где нет слива, где нет дренажа. И обычно не из тепловых сетей вода бежит. Она бежит, как правило, из канализации. То есть, простите, там сантехника вызывает ночью, он приходит, открывает элизию и выливает весь стояк там, чтобы ему там в подвал. Как правило, это вот при... Это проблема с колодцами, которые стоят возле домов с институционными и отсутствием дренажей. В стояках образуются пробки, и ваши работники, я так понимаю, сантехники, они относятся к вашему предприятию. Они открывают краны и просто-напросто сливают стояки, пока система не запустится, полностью подвал. В Ортемске, на Иванову, значит, основная причина, да, там где-то шланги, где-то воздушники невозможно было использовать, хотя их где по проекту даже и нет. Поэтому, в основном, проблема это лежаки. То есть, лежаки потекли и затопы происходили. По трем-то нам точно я знаю, это утечки на сетях, которые находятся внутри дома. Управляющая компания об этом знала еще с весны. Мы прекрасно предупреждали, то есть, официально на бумагах акты весеннего осмотра были. И говорили, что необходимо менять. Банально отсутствие денег управляющей компании. Но управляющая компания обязана тратить деньги на содержание и текущий ремонт сугубо потому, как она собирает деньги. То есть, собрали с конкретного дома, потратили на этот же дом. Так как дома небольшие, старые, собрать с них на замену соответствующей структуре, а именно лежаков или стояков, не представляется возможным. Я бы все-таки на эту тему пригласил бы Воловикова, моего заместителя по киндисеку, вместе с вами и попытаться найти решение данной проблемы. Вы понимаете, если лежаку, у него срок службы 30 лет, а ему 50 примерно, он все равно будет течь. И его необходимо менять. Просто слишком много у нас сейчас ложится на наших жителей. Это и отопление, и получились и дороги, и крыши, и все должны оплачивать жильцы. А может быть, все-таки лучше как-то изначально следить за этими трубами, чтобы они в такой степени в трубы не превращались? Но даже с соблюдением технологии есть определенный, скажем так, срок службы любого материала, физического элемента. Так же, как и человек, тоже ведь он не вечный, правильно? И если трубе 50 лет, а ей установлен срок службы 25-30 лет, я не знаю, почему ей повернули 25 лет. Я не знаю по городу Кингисеппо, не могу уточнить, но суммарный долг граждан за потребленные услуги 350-400 миллионов. За три последних года, при том, что кредитная нагрузка у компании 350 миллионов. Все деньги, которые граждане не платят за коммунальные услуги, это именно те деньги, которые они отрывают прежде всего от инвестиций. Потому что заработную плату, налоги и оплату ресурсов мы вынуждены платить. У нас в городе, я не знаю, мы работаем сегодня, но не 80, а 60% стариков, которые платят. Значит, это ваша недоработка, вы должны ходить и работать. Да, есть, например, несколько адресов, которые говорят, подместить тысяч должны, почему вы не приходите и не зимаете? Я готов вам показать, это проблема, у нас нет закона и нет возможности быстрого взыскания или, по крайней мере, какого-то продвижения. Это потому что мы подаем в суд, мы получаем соответствующее судебное решение, а дальше, простите, это работа судебных приставов. ЛАТЭК и управляющая компания никак не могут прийти к какому-то консенсусу. Мы великолепно приходим к любому консенсусу с управляющим. Я не знаю, но значит вы с жителями не всегда приходите к этому консенсусу, потому что большая часть за то, что платят люди, это все-таки ЛАТЭК, да, это тепло. Но люди не получают в полном объеме ту сумму, за которую они платят. Давайте говорить конкретно. Конкретно Жукова 12А. Александр Николаевич, скажите кому-то, что там у Жукова 12А? Значит, у Жукова 12А проблемы были, были при запуске, да, мы все это знали. Решили проблему комиссии, которая совместность с управляющей компанией обследовала эти три подъезда. При тех даже проблемах определили, что температура в квартирах меньше 18 градусов в нигде не было, а так 21-22 градуса. Поэтому даже при существующей проблеме, которая там есть, мы говорим, что там есть проблема, мы ее решаем. Но даже сейчас, по данный момент, температура меньше 18 градусов в квартирах. На улице будет минус 20, там будет теплее, батарея. Я вот верю прямо вам. А ты есть квартира съемщика? А там там, Александр Николаевич. Там насос, Александр Николаевич, заказали, но мы сейчас перекинули насос в другую, в другую место. Александр Николаевич, я как бы прошу прощения, но вот здесь опять же, я сегодня буду с вами говорить, с Воловиком, но если есть насос, почему не иметь? Вы же знаете, что любая поставка, это неделя, а то и месяц, в одно нижнее время. Резервную помощь мы поставим, сейчас мы работаем. И он немножко просто, общность поменьше, но температура там в квартирах меньше 18 градусов в квартирах. Ну, не только Латэк и водоканал все отчитываются о том, что, ну, предположим, Латэк, да, о стопроцентном, значит, готовности к отопительному сезону. Потом люди звонят на протяжении двух-трех недель, ну, мне в первую очередь, как-то вот так уже стоит дено, да, звонят мне, почему у нас нет тепла, а начиная ездить по городу, там разрыто, там полетело, там, неужели летом это все не отремонтировать, чтобы уже говорить, если вы уже говорите о стопроцентном подключении, то же, чтобы было стопроцентном. Да вы понимаете, что там в принципе невозможно, потому что проводится, есть регламент, проводятся испытания. В мае месяц выявляются слабые участки, после этого меняются они, там, естественно, сети готовятся. Запустить город вот так вот по выключателям невозможно. Скажите, 70% готовности еще? Да нет, нет. Как, кто этот процент определит? Я не знаю, а как вы определяете? Мы говорим о стопроцентном подключении города к источнику, то есть тепловые сети и потребители все будут подключены к моменту пустой системы отопления. И мы действительно стопроцентном подключили потребители, те, которые заявились, и юрлица, и тем более живой фонд. И в этом году не было вообще никаких проблем, кроме дар, которые, извините меня, вот так сказать, захотели там с 25-го. Да, включили, нет теплосъема. Докладываю, говорю, каким образом отапливать? Если нет теплосъема, на улице 12 градусов, мы топим в систему отопления. Жители звонят, говорят, ну что, с ума посходили здесь все? Мы ее не можем проверить. Если нет теплосъема, автоматика отключает оборудование. Мне котельная, вот, кстати, по классовке, а там автоматика полностью, без людей. Она, я, извините, немножко ерничаю, говорит, вы что делаете-то? Автоматика, говорит. Какое включение системы отопления? Нет, у нас автомат, мы включаем котельную, она отключает. Мы включаем, она отключает. При запуске системы отопления, такие... Там погодная регулированность стоит, и она может работать только, начиная от 8 градусов тепла. 8 градусов, а у нас на улице 12. Обратка приходит повыше, на автоматику срабатывает, и все так. Мы не можем работать на системе отопления. Менять на автоматику? Да нет, автоматику нельзя менять. Отличный проект, и он работает. Котельная, абсолютно, не согласен. Все подробно рассказал. Ответил на все интересующие вопросы. Просто в наше время модно ругать всех на лево-направо. Но в отличие от Кингисепска, кинетрижных сетей, эти господа явились, и там очень диалог на короткой ноге дали телефоны. Отреагировали на чайные вопросы. То есть, если есть, обращайтесь, они же не закрыты. Вот, коллеги, обратите внимание, что инвестор, сам вкладывает свои личные деньги в котельные. И, кстати, на предварительных слушаниях бюджета Рюкзакской области, губернатор Рюкзакской области, прямо сделал акцент, что те, будем говорить, участники, которые работают в сфере ЖКХ, если они получают или муниципальное финансирование, или государственное финансирование, значит, это должно быть или какая-то доля участия в муниципалитете, или доля участия в государстве, или это муниципальное, или государственное собственность. Частой компании, позиции сегодня в празднике Рюкзакской области, по вот этим вопросам, не формируется, не будет. Данная компания уже, еще до губернатора, я понимаю, этот проект реализовывает своими денежными средствами. Это, конечно, нужно приветствовать, это нужно подлинно. По горячей воде, по помыке, основного того, что летом, то же самое сейчас, октябрьское 13, сливается по часу, по 40 минут для того, чтобы люди помылись. Это не только, допустим, в моей квартире, где живой не бьют, а в свою руку, в тех же людей. А это как бедствие какое-то. То есть люди сливают, ставят бойлеры, чтобы уходить от этого. Это разве нормально? Ну, значит, проблема вообще, она комплексная. Я думаю, что в ближайшее время, мы, наверное, может быть, даже со следующего лета, будем давать циркуляцию по городу целый год. Но, опять же, она будет не по всему городу, в зависимости от плана отключения ремонтов каких-то сетей. В целом, наверное, это проблема циркуляции воды по всему городу. Потому что, вот, когда мы летом ее в тупик подаем, есть застойные зоны, и бывает, что малый разбор воды. Что касается сейчас, почему она сливается долго? 60, ну, может быть, 65% домов имели циркуляционную систему по горячей водоснабжению. То есть внутри домов вода идет в тупик. Есть такие дома, протяженность которых порядка 70 метров, а то есть, ну, 75% более. И, естественно, на том диаметре, на этих скоростях, просто идет оскорбленность. А собственно, циркуляционная система... А за что тогда мы платим денег, скажите, пожалуйста? Вопрос, я так понимаю, опять же, по управляющей компании. Необходимо делать просто циркуляционную эту по поводу. Проект дома не предусматривает циркуляционную трубку. Давайте на будущее, когда вы... Говорите, какие-то черные, вы не понимаете, какие-то... Тихо, дихо, 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 дихо. Это первое, второе, первое, первое, первое. Давайте на будущее, вот вы, вот это решение заслушать в АТЭК, ну, кем-то принято из вас, да? Кто-то принимал решение. Мы не принимали этого решения. Приглашайте, когда приглашаете любую структуру, которая оказывает те виды услуг, надо приглашать управляющую компанию. Чтобы друг на друга, вот, в стрелке, они двигали при нас. Потому что это игра в антинородном. Это три стороны должно быть. Вот смотрите, система работает. По городу мы решим проблему, и это наша проблема, а не управляющие компании. Это лето в отсутствии движения воды по кругу. Что касается, как бы, для того, чтобы вода была горячей, она должна циркулировать. Если она стоит в тупик, а дом длинный, и система... Ну, это домовая система, не предусматривает ее циркуляции, то получить горячую воду сразу невозможно, потому что она остывает. Ее можно получить утром, вечером, когда идет максимальный водоразбор. Иван Трофеевич, давайте в диалоге. Это что ли вы придумали? Мы тут вас не защищаем. Это же система 70-х, 80-х, 90-х, как строили наши предшественники, скажем так. Сегодня новые дома, которые строятся, у них совершенно другие системы, другие требования и правила. Поэтому просто надо находить инструменты, как это все решать, а это инструмент единственный, деньги. А я могу объяснить, Виктор Иванович, у нас же есть опыт. Например, город Отрадное. Мы полностью закрываем город. Делаем это совместно. Латек, муниципалитет, частично жители. Поселок Приладожский, то же самое. Понимаете, я бы хотел бы к вам обратиться. Есть вот старые дома, необходимый ремонт. А почему вы не можете с вашими избирателями говорить и объяснить им, что все-таки закон предусматривает, что собственники живых помещений и обязаны, и это их общее имущество, внутридомовые, лежаки, стояки, и тепловые пункты. Если бы они обратились бы к нам и сказали бы, что мы должны сделать, или давайте вместе с вами решим эту проблему. Если они сами должны там определенную часть средств, себя, что-то управляющее, может быть, что-то в муниципалитет бы опять же выделил. Но программу надо целевую. Опять же, по какой-то программе. Но нельзя понимать, все время, вот дом кому-то принадлежит, он принадлежит собственникам. Но вот если у вас, например, частный дом или дача, вы же видите сами, сами как хозяин, здесь то же самое. Если дому там 50 лет и все старое, без того, чтобы мы не заменили или не перешли, вот я бы с удовольствием, например, закрыл бы весь город Кингисепт, то есть установил бы тепловые пункты в каждом доме. И вообще, чтобы вода горячая готовилась не на котельной, а просто нагревалась в доме, и потребитель получал всегда воду хорошего, нормального качества. Но только, может быть, в рамках капремонтов, когда пойдут тоже это участвовать? Да это не будет никогда, Олег Иванович. Пока управляющая компания, жители, ресурсоснабжающие, и муниципалитет не объединятся для решения данной проблемы, финансово, чтобы участвовали все, и мы, и вы, и жители, в первую голову жителей, в какой-то части, эта проблема не будет решена. Но для жителей нужны длинные деньги, можно их практиковать, а потом они там... А кто, у кого сейчас длинные деньги? У нас их нет. В стране нет длинных денег. Даже коротких нет. А если они есть, то проценты, сами понимаете, какие. Ну о чем мы сейчас говорим? Мы не просим деньги на тепловые сети, на котельные там. Это наша... Ну, общедомовая собственность относится к жителям, к собственникам жилья. Просто смотрите, у меня первая линия 49А, на протяжении уже многих лет они обращаются, пишут о том, что у них холодная вода, по 45 минут они сливают, да? Эту проблему знают все. И, возможно, вы должны проинформировать и сказать, дорогие мои, ну давайте тогда скидываться. Это же не я должна делать. Заплатите мне, вы уходите, и вашу работу делать. Вообще, согласен. Вот здесь, как бы, работа управляющей компании. Но, Александр Николаевич, здесь надо знать, о чем подумать. Надо на сайте вывешивать информацию, понимаете, информировать людей. Бабуни там живут, они не смотрят никаких сайтов. То же самое, у нас есть информация. Нет, в газетах местных там статьи писать. У нас, я согласен. Растяжки сделайте по городу тогда, тогда будем читать. Жукова 12-б, старца здания, постоянно роют, как будто там клад ищут, уже все лето, и сейчас. Наши роют. Не знаю, кто роют, Ваши или нет. Скажите, пожалуйста, что там за проблема? использовать счетчики на горячую воду, которые включаются с определенной температурой. До определенной температуры считается, как вопреки на холодной воды, а когда она доходит до 60 градусов, когда вы должны ввести потребителя, она уже считается, как горячая. Почему у нас в десенте запрещено? Кто запретил? Я не в курсе, кто запрещал. Установление счетчиков это дело потребителя. Если счетчик... Их не пломбирует теплоэнерго. Теплоэнерго вообще не пломбирует счетчики. Ну или управляющая компания отказывает, хотя сертификаты приходят, что эти счетчики сертифицированы. Я с этой проблемой не знаком. Я не знаю, кто отказывает. Мне кажется, что счетчик это дело потребителя, если он имеет соответствующий сертификат и допуск, а может быть правила какие-то. Я не готов вам сказать. Я не вижу здесь противопоказания. Счетчик не сертифицирован. Скорейте, пожалуйста, потише. Если он не сертифицирован и на него нет паспорта, ничего документов нет, может быть только в этом случае. И то я говорю, может быть, я тоже эту проблему не знаю, знаю, что счетчики такие существуют, да, действительно. Но есть такие, которые сертифицированы, а есть которые не сертифицированы, которые нигде не применяются. О работе Управления Пенсионного фонда Российской Федерации Государственной Учерпиады и Сельско-Ры и Градской области. Докладок говорил Александр Николаевич, начальник Управления Пенсионного фонда. Инсерский район относится к одному из тех районов, которые более-менее себя обеспечат. Наша обеспеченность составляет чуть больше 80%. Вместе с тем, состояние платежной дисциплины и, в общем, по итогам 9 месяцев говорит о том, что мы выполнили прогнозированный сбор страховой взнос всего на 90%. Сделав анализ состояния дела, мы поняли, что где мы потеряли, то есть в чем недобрать. Значит, прежде всего у нас по крупнейшим платежчикам, я должен сказать, что в Чехске они не снизили размер, средний размер зарплаты по своему предприятию. Сокращение прошло за счет численности, то есть численности меньше, а из-за этого поступление уменьшено. То есть на этом мы потеряли порядка 16 миллионов недобрали. второй причиной, которая, на мой взгляд, тоже повлияла, это у нас увеличилось количество страховой по мнению. Значит, на банкотах мы не добрали 27 миллионов рублей на сегодняшний день. Значит, и самая большая причина, которая, я еще в прошлом году говорила, что у нас, скорее всего, будет это ожидать, значит, до того, что в связи с окончанием практически строительных работ в партнерах, значит, ряд предприятий уйдут с Фенгисевского района. И вот крупнейшие плательщики, они ушли из района и унесли с собой порядка 66 миллионов рублей. Ну, тот же самый Фест, 47 миллионов у нас стал бы. А куда они ушли? В Костно. Фест банкротится. Да, они будут банкротиться. Понятно, что там. Это на практике. То есть, таким образом, порядка 29 миллионов рублей не заполучили в части страховой измельцы. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что у нас есть резервы, за счет которых мы можем повышать. то есть 83% предприятий с численностью работающих до 25 человек, то есть это больше тысячи предприятий которые находятся к институту района. Вот эти предприятия, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем самый низкий, один из самых низких, я так говорю, размеров средних зарплат в Калининградской области. Я не хочу говорить, что это может быть там серая зарплата, как говорят, не понял, у него, да? но все равно это на вставляет наш мысль, скорее всего в этой экономической ситуации люди платят зарплату, часть зарплаты конкретно. То есть это резерв, который сегодня отрабатывается, я должен сказать спасибо и администрации, и налоговой инспекции, то есть мы совместно проводим комиссии, на которые приглашаем предприятия с низким уровнем зарплаты, объясняем ситуацию, последние 13, по-моему, 9, у нас очень интересный, полезный разговор был, мы сегодня, я думаю, много нового узнали, и действительно, мы видим, что очереди, мы видим много обращений, когда объяснилось, почему это, что действительно возрос поток, это понятно, почему приходится иногда ждать, и, конечно, надо сейчас вплотную заниматься ликбезом, ликвидацией безграмотности населения в области возвращения к интернет-ресурсам. И у меня вопрос такой, Александр Николаевич, если пригласить вашего специалиста, допустим, на предприятие, и таким образом обучить людей, пользоваться? Мы с удовольствием всегда идем выступать на предприятие, например, в ситуации с экономистем мы выходили на предприятие, рассказывали, встречались с коллективами, то есть с удовольствием всегда выходим и пытаемся объяснить дезинственную проблему, то есть если встанет по вопросам используем интернет-ресурсам, то можно узнать технические оснащения. То есть сколько интернет? О передаче в уходе в москве безразместно на пользу помещения в парусе Бенинградского город Минесех в парусе дом 38 улица Театральная дом 3 информация Амурин Андреевич Славович. Дорогие депутаты, в соответствии со стадии 17.1 ВМЧ Федерального закона номер 135 ПЗ о защите и конкуренции, а также руководство из 16.1 положение отряд управления распоряжением муниципальной собственности муниципального образования комиссийского городского поселения, располагает кисмой директора УКПС города Санкт-Петербурга и городского материала БУК Почта России по вопросу передачи безвозмездное пользование помещений. Предлагаю принять решение о передаче БУК Почта России безвозмездное пользование в строенные помещения первого этажа пятиэтажного жилого дома по адресу улица Воровского дом 38 общей площадью 151,4 квадратных метров и в строенные помещения по адресу улицы Театральная дом 9 общей площадью 128,8 квадратных метров. Я могу сказать, что у нас отделение связи расположено по данным адресам это отделение связи третьего класса, которое обслуживает 2500 пенсионеров, в том числе 40% доставка пенсии на дом, то есть пенсионеры, которые не приходят к отделению связи, а получают пенсию на дом. В отличие от сбербанков услуги не оказывается. У нас в общем по городу 5 этими связи, которые обслуживают тоже тысячи селены клиентов наши. И если эти отделения у нас будет аренда, нам придется действовать средства за счет сокращения режима работы, сокращения штатов, потому что придет неренитабельность отделения или запрещение связи. Еврахим выразил готовность софинансировать плавательный бассейн. Это новая водная абсолютно, это подарок, но к этому еще технически нам надо двигаться и десидовать не один раз сейчас губернатора. Вот в принципе такое приятное событие будет у нас, а для населения Еврахим принял решение и попросил нас поддержать, так как все-таки они закоперщики, они проплатили очень много проектных работ, строительно-монтажных работ и все непредвиденные расходы, а их возникло очень много платил все компания Еврахим в стадии строительства объекта, закуплено уже современнейший тренажерный зал, я там был у меня в челюсть соответственно просто реально это что-то, закуплена форма уже для детей, коньки закуплены для фигурного катания и мы поддержали вращение Еврахима до конца, с момента открытия и до конца зимних каникул детей, фигурное катание будет бесплатным для наших детей, категория определяется в отношении муниципальной программы развития автомобилей дороги и дорожных информации Диршок Олег Евгеньевич зависит председатель комитета жилья коммунального хозяйства проекта транспорта и администрации обеспечения района Олег Евгеньевич пожалуйста В течение 2015 года в рамках авторизации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации муниципальных районов мемор 2013 от 12 ноября 2015 года выполнено по мероприятиям следующее по содержанию ремонта автомобильных дорог это уличная дорожная сеть искусственное сооружение объекта внешнего благоустройства начиная с мевая 2015 года заключен муниципальные контракты с ООО городом на сумму 21,6 миллиона рублей это содержание уличной дорожной сети протяженностью 69 километров общей площади уборки уличной дорожной сети объектов внешнего благоустройства более 1,8 миллиона квадратных метров по Криковскому шоссе со стороны Руоки был отремонтирован асфальт и пресечение с улицы строителей соответственно разведем оформленный пешеходный переход но пешеходный переход не освещенный магистраль большая две полосы в одну сторону две полосы в другую сторону поток большой на этом перекрестке происходит разворот машин заправки газпром поток существенный и хотелось бы чтобы в ближайшее время решился срок освещения этого пешеходного перехода очень денежный он рассматривается давно было и представление и национальных органов в частности ГИБДД и прокурор по этому вопросу что освещение на данном участке дороги должно быть обеспечено но сумма вопроса в данном случае начиная с проектирования довольно большая поэтому в бюджете пока у нас не вошло какие-то внебюджетные источники он у нас всегда в планах стоит и сейчас за счет новостроек немножко продвигается так сказать вопрос освещения по Криковскому шоссе за счет новостроек улучшается освещение скажем так на проезде в счастье но недостаточно первая линия дом 8 проезд который здесь вписан как я понимаю что по факту он уже должен был быть сделан но теоретически по факту его еще нет по срокам задерживается по технических причин позже вошел на объект и к сожалению сроки с ними работают то есть пошел но по факту нет нет почему этот подрядчик этот объект не закончил то есть в этом году он будет сделан так пожалуйста у меня два вопроса состояние дорог или отсутствия дорог в частном секторе я понимаю что не коллега Евгеньевич может быть этот вопрос но тем не менее надо конкретизировать частный сектор какой южный нет пока южный там нет дорог вообще и второй вопрос это внутридомовые территории которые как тебе стало ясно надо ремонтировать за счет собственников жилья надо как-то решать если эту проблему кто это сказал что существует Олег Евгеньевич на комиссии там где есть кадастровый выделенный участок он принадлежит долевой собственности граждан финансировать работу могут только исключительно собственники жилья в том случае на проезд возле дома и бюджетные средства мы не вправе расходовать на территориях придомовых где проезды и асфальтовое покрытие входит в земельный участок находящийся в общей долевой собственности граждан прозывающих в данном доме а осуществление ремонтных работ за счет собственников жилья в доме бюджетные средства использоваться не могут ну что-то как-то вот тут у вас присутствует еще вот вот формируют граждан что дорога ваша или земля ваша или деревья посадки и так далее отсюда если дорога передана жильцам даже с их согласия значит точно так же общим собранием жильцов они могут эту дорогу перегородить закрыть то что мы имели на Карлом Марсе 21а большой инцидент когда жильцы перегородили этими ну плюшками а потом эти плюшки оказались на капоте машины об этом наша ТС писала значит если эта дорога проезжая часть и по ней могут ездить все тогда почему за ремонт этой дороги и содержания должны отвечать жильцы конечно а если отвечают жильцы тогда у них остается право распоряжаться этой дорогой по своему усмотрению в 2006 году началось неживание земельных участков под многоквартирные жилые дома как значит до этого нам объясняло городское пути значит дается объявление газету о том что происходит неживание земельного участка и после этого неживаются данные участки но ни в одном случае не проходило собрание собственно чтобы они утвердили границу данного земельного участка и не дали согласия что они принимают на баланс своего многоквартирного дома данный земельный участок значит я говорила о том что у нас все равно будет всплеск возмущения населения нашего и люди в связи с тем что они не принимают данные земельные участки они не участвовали в определении многоквартирного дома имеет право на размежевание данных участков, на что мне ответили, что это невозможно. Я говорила о том, что как возможно было без разрешения собственников определить границы и невозможно не принять на баланс данный земельный участок. Так у нас получилась ситуация с Октябрьской 13, Воровского 11, Первой линии и Октябрьской, когда территория дому вообще непонятная. Треугольниками на территории середины квадрата встретились 4 дома. И непонятно у кого какой земельный участок, кому был принят на грязи. Когда мы не можем поставить детскую площадку детям, которые должны быть по проекту, находиться на данном территории. Когда невозможно ремонт, хотя в прошлом году губернатор говорил о том, что пора заходить во дворы, внутриквартальные, внутридворовые, делать уже проезжую часть. А на самом деле в любом доме есть тротуарная дорожка, которая, я согласна, должна принадлежать многоквартирному жилому дому. Вот произошло межевание, да? Получилось имущество, которое должно отойти жильцам. Каким документом его передали? Какая есть... Да, документа никакого нет. А что, оно зарегистрировано? Нет. Его кто-то передавал? Ведь жильцы это не знают. Нам приходится выходить и говорить о том, что... Вот я беру, допустим, сама лично ходила в кабинеты и брала этот план кадастровый. Сами наконец-то что-то начали понимать. А жильцы еще до сих пор этого не понимают. Никаких... Никакой вот, так сказать, свидетельства нет. Документы эти не передали. Жильцы об этом не знают. Нет-нет-нет. Это уже в жилищной кодексе, как они работали. Должны ли выходить на собрание и выносить данный вопрос о внесении этого земельного участка в состав общего имущества? Так запределено законом. Это уже работа управляющей организации. Она документы получила. Так вот, управляющая компания, вот управляющая, не провела эту работу. И никто это имущество домовое на себя жильцы еще не взяли. Ни один дом, это точно. Вот. У меня такая же проблема, Криковская 6, где дорога вся убитая, невозможно, просто убитая. Я уже несколько раз об этом говорю. Но так до сих пор... Желание, насколько я знаю, походило согласно нормативам. Каждый дом до этого имел площадь застройки, соответственно, которая раньше использовалась для расчета платы за содержание в данном доме жильцов этой же самой территории. В данном случае, когда происходило неживание, использовались нормативы, которые по одного проживающего, да, в жилую площадь должно приходить сколько-то квадратных метров при домовой территории. Поэтому кого-то, чтобы не обидеть, именно эти нормы и соблюдались в межовой организации, которая производила работы. То, что она может быть конфигурацией там земельных участков, ну, не лучшим образом, но с соблюдением нормативов, скажем так. А то, что проезды попадают туда, это во всем мире такая практика есть, она везде есть, мы не первые. И то, что обременение на данном участке какое-то может быть, если это сквозной проезд и другого проезда нет, в данном случае обременение участок получает. Но это не освобождает ответственность содержать эту территорию у собственников жилья. Сначала люди определяли границы, их спрашивали, ребята, вы что хотите получить? По адресу с пешеходной дорожкой или же еще зеленую зону? Вы не спросили ни одного жителя. Хотя утверждаете, что в межевании, да, в слушании были, проходили в актеровом зале, но там не было людей. Не было, или вы же его приглашали из старших дома, которые подписывали этот документ, но он не понимал, о чем идет или нет. И перед тем, как сдать, даже кадастровый паспорт получить на дальние земельные участки, нужно было бы собственникам спросить вообще, вы принимаете данные границы или нет. Процедура передачи не предусмотрена, была она законодательством, а обязанность на муниципалитеты возложили. Если вы, например, привели Эстонию, там жители собственные силы, незасушенные средства делали кадастры, а здесь возложена была обязанность на муниципалитеты. По закону было до 10-го года провести кадастрирование под многоквартирными домами, его закончить должны были в 10-м году, но оно еще продолжается во всей стране. У нас это процент самый, наверное, высокий в области, такого больше нигде нет. Дорога там, все время воевала Ленпроект, гражданский теперь ФСБ там находится. Перегородили, если подъехать к спортивному залу пожарной машине или скорой помощи, не подъедет, потому что стоит камера и перегородили. Им что, передана эта дорога или нет? Как? Перегородили и все. К вам не подъехать, я думаю. Вот так, как я сказал, он не скорая помощь, не подъехать. Я подъезжал в зал, в проезд, я подъезжал к моему инвестору, чтобы было зал, то есть кое-что передать. Вот, я встал в машину буквально одну минуту, да, я даже глушаю. Зашел в зал, спросил, там нужно было найти ее до преподавателя, и вышло, выскочил три человека, начал мне фотографировать там машину, типа, потому что сейчас все, вас чуть ли не арестуют. Начал мне буквально, ну что за организация, говорю, что за организация. Надо перемать, ты давай, сейчас, иначе мы там твою машину вообще-то колеса проколем там. О, террорист появился. Да. Ну хорошо, я с тезкой, я Александр Александрович Кудорина здесь. Пожалуйста. К сожалению, сумма ремонта очень большая. Чуть-чуть сделать. Все, в принципе, бессмертные расчеты у нас подготовлены. Частично, я думаю, заканчивая на следующий год, как планируем закончить Октябрьскую, и все основные магистральные улицы города Несепа мы закончим. Как Виктор Иванович говорит, на следующий год мы можем постепенно переходить и на микрорайон Южный. Даже независимо от того. Только просьба тогда быстрее газифицировать свои земельные участки, чтобы меньше проблем потом было с перекопкой этих свежепостроенных дорог. Да. Все границы практически друг с другом, они проходят прямо рядом, возле друга, крошки. Как сказать вам? Друг возле. Да. Они граничат. Вообще, там даже нет никакого, вот о том, что вы говорите, что если не попало что-то, это мы будем ремонтировать эту дорогу, да. А там все, оно граничит, там ничего не попало. Вообще. И потом я знаю, как это приходит, например, и говорят, проводят эти слушания, да. Пришло 3-4 человека, вы знаете, это ваше, ура, наше. Все. А вы бы дальше сказали, теперь вы должны это ремонтировать. И тогда я скажу, нет, это не ура. Да. Это уже не наше. То есть нужно было нормально информировать граждан, для того, чтобы они участвовали в этом. Никто бы не участвовал. Или мы говорим о внутриквартальных проездах, да. Уже давайте к чему-нибудь приходить. Сыграть комиссию и уже конкретно, уже сколько можно разговаривать. У меня уже язык стерся. У меня нет дорог вообще. И люди мои, мои избиратель, делать не будут. И будете, я не знаю, давайте находить решение. Как решить? Но вступальную программу будем принимать? Мы не можем. То есть сделали в Бермудский треугольник. Пожалуйста, там Слободская улица, вот центральная, которая идет по этому краю, она в общем-то в хорошем, приличном состоянии. А вот эти боковые отъезды, там уже очень много участков по 105-му, да. Вот Янгурская, не помню, а Костокинская улица, Центральная, Костокинская, Костокинская. Так вот, там совсем близко. То есть их близко существует. Я не знаю, что дорог там нет. Все эти съезды, они в принципе еще, ну, кроме названия, ничего не имеют. Сейчас у нас проектирование ведется, комплексное, вот тем участкам, которые поступят в этом многодетном семье. К этому участку проектирование объединенной структуры, там за счет областных средств. В том числе и дорог. Там подвод воды, дороги и освещение. Когда-таки мы придем к тому, что их вкладывать летом все-таки, а не зимой, вот сейчас. Я, например, абсолютно не уверена в том, что у нас весной будут эти дороги, которые сейчас положены. Ну, условия будут точно, но если изменится законодательство, законодательство изменит, которое позволено финансировать раньше, торговать раньше. Ну, где-то вот условия такие получаются, что мы выходим, к сожалению, уже ненормативные сроки практически, проведение рекламных продуктов. Ну, еще не снег, положительная температура еще есть. Так вот, такая вкладка асфальта еще возможна. Срок, допустим, гарантийный тут тех дорог, которые делают ямы, ремонт и все остальные. Ну, это, допустим, даже не ямы. Сейчас я могу сказать, допустим, театральная улица, вот, здесь, перед домом детского творчества, домом детского творчества. Да, потом сейчас его угол Жокова и Карла Марса, перекресток. Ну, может дальше, по Жокову дальше подниматься-то каждый год. Делается к 9 мая. То есть, вот театральная то же самое, там яма такая, что, то есть, допустим, мы будем так брать, допустим, внутридворовые территории, которые мы должны передать там жильцам, да? Дом номер 8 по первой линии. Там просто, как после войны, там, то есть, возможно, не заехать. Нет участка между четвертым и восьмым домом, да? И тут разъезд, когда идет, вот к восьмому дому там пошло. И, ну, четвертый чуть получше, там есть подстанция стоять, да? То есть, мне вот не понять одно. Вот мы, когда-то будем все рассказывать, какие-то вот такие вещи, какой срок гарантийных этих дорог раз, то есть, опять же, когда мы жили в Советском Союзе, никто никуда не ездил, можно было рассказать все, что угодно, как делаются дороги на Запад, да? Но почему так, допустим, гарантия 30 лет, дороги-то стоят, а у нас мы делаем каждый раз. Мы изобрели дороги из песка и сверху положим щеленку, асфальт. После этого мы хотим, чтобы эти дороги существовали. Ведь во всем мире делается подушка, почитайте, там, цена, допустим, того же, допустим, квадратный метр в Германии, получается, стоит дешевле, чем в России. В основном делается текущий ремонт. У нас специальным ремонтом сейчас ничего не называется. Все работы, которые сейчас производятся, это ремонт дорожного покрытия, то есть текущий ремонт. На него по максимальным контрактам основной срок гарантийный 5 лет. Всегда наши ремонтные работы происходят за счет средств области и нашего бюджета. И до тех пор, пока нам будут выделять бюджетное ассигнование в августе или в сентябре, потом проходят конкурсные процедуры. Поэтому работа у нас проводится в ноябре. Поэтому в Ленинградской области эту проблему тоже понимают и публичные слушания по проекту бюджета области, которые состоялись 10-го в городе Ленинград. Об этом тоже говорили и жители, и представители администрации, и сами представители правительства Ленинградской области. Поэтому Ленинградская область старается это делать так, чтобы уже в первичном бюджете в областном было распределение на следующий год, чтобы районы и города знали все поселения, что им выделили на следующий год. А, естественно, мы потом просим у Ленинградской области дополнительные средства, потому что их даже в бюджете не будет. И поэтому вот такие сроки на услуги городской бани мы не против. Но именно вот эта вот категория граждан у нас вызвала неоднозначную позицию в нашей комиссии. Поэтому мы решили отправить либо этот вопрос на заработку, либо сейчас обсудить этот вопрос. Так как мы не согласны с тем, что цена поднимается на 26%. Нет, просто предыдущее повышение в этой категории было тоже минимальное. Повышалось на 45%. Пользоваться такими услугами. Поэтому они пользуются услугами бани, которая в основном работает 3 дня в неделю. И для тех же пенсионеров и инвалидов вот эти 26%, которые идут на крутках, они могут оказаться значительными. То есть вот здесь о чем идет речь. 12 за, против нет, вырешел 6. Решение принято. Спасибо. У нас есть виды спорта, которые будут на безвозмездной основе заниматься на базе ледовой арены за счет бюджета Кингисептского района. Будут сформированы группы, сейчас сформируются группы, расписания. Сейчас ведется вся подготовительная работа для того, чтобы когда ледовая арена откроется, и, соответственно, будет уже расписание висеть, определены фамилии этих детей, которые будут заниматься. И это, конечно, предусмотрено бесплатные занятия.